Дорогие друзья, я приветствую вас. Мы продолжаем сегодня наши уроки Торы по недельным главам, в частности, по беседам Любавического Рэба из вот этой замечательной книги. Сегодняшняя недельная глава Шафтим. И наш урок называется «Царь в поле». Сегодня Рошходыш, Месяц Эйлу. Месяц подготовки крошиш она к Новому году. И это беседа об этом времени. Наверняка все помнят известную притчу Алта-Рэбе о Месяце Эйлу. Приведем здесь замечательные слова Алта-Рэбе из его книги «Ликутей Тора». Это похоже на то, как будто царь, прежде чем приехать в город, проезжает поле. Жители города выходят навстречу царю и встречают его еще в поле. Царь выходит к людям. И тогда каждый, кто хочет, имеет право подойти к царю и приветствовать его. И он милостиво принимает всех и радушно со всеми разговаривает. Когда он идет к городу, все идут за ним. А потом, когда он уже приходит во дворец, то туда зайти уже могут только исключительные, избранные люди. Да и то по-особому разрешению. Так с нами. В Месяц Эйлуй мы выходим поприветствовать царя Всевышнего Благословенного. Мы выходим в поле, то есть близко к нам. Как сказано в Таилин. Бог Всевышний да светит нам. Аббревиатура этой строки Элуй. Бог Всевышний да ответит нам. На Элуй да ответит нам. То есть Алт-Эребе приводит притчу. Притчу о царе, который приехал по государственным делам на какую-то или в какую-то дальнюю страну. И когда он возвращается домой, жители его города выходят за город в поле, чтобы встретить его там. Там каждый имеет право подойти к царю. И царь милостью встречает каждого и радушно со всеми разговаривает. Однако, когда царь возвращается в город и входит во дворец, теперь уже нельзя зайти к нему без разрешения. Да и то, этого разрешения удостаиваются лишь немногие избранные. И чтобы войти в тронный зал, нужно сначала пройти через всех охранников и министров. В поле же ситуация совершенно другая. Каждый может подойти к царю и обратиться к нему с личной просьбой. И царь с радостью выполняет каждую такую просьбу. Так же и в дни месяца Иллу. Царь-то и Всевышний выходит из своего царского дворца в поле, улыбается всем и позволяет каждому еврею, не важно, праведник он или нет, с легкостью приблизиться к нему. Ребе спрашивает. Ведь мы знаем, что эту притчу Алта-Ребе приводит в качестве ответа на вопрос. Приведем снова слова Алта-Ребе. Известно, что месяц Иллу это время проявления тринадцати качеств милосердия. Тогда нужно понимать, почему же эти дни это будничные дни, а не праздничные, как шаббаты-праздники, в которые раскрываются божественные. Тем более, что эти тринадцать качеств это высочайший свет, который раскрывается в Йом-Кипур. Однако мы видим большую разницу между Йом-Кипуром и Иллулем. Объясню. Известно, что в каждый шаббат и праздник раскрывается божественный свет свыше. И каждый еврей ощущает особую к душу, то есть святость в шаббат и празднике. А в Йом-Кипур раскрывается свет высочайшего уровня, поскольку тогда проявляются тринадцать качеств милосердия. Но сказано, что в месяце Иллу также проявляются эти тринадцать качеств. Почему же тогда, спрашивает Алта-Ребе, дни Иллуда не только не сравниваются с Йом-Кипуром, который еще и называется шаббатом всех шаббат, шаббатов, шаббат-шаббатом, и даже не достигают уровня шаббата или праздника, или даже полупраздничных дней, как, например, холомаэт, а являются обычными буднями. Получается, говорит Ребе, что Алта-Ребе приводит эту притчу в качестве ответа, но не пояснил, как именно она отвечает на вопрос. Почему же все-таки дни месяца Иллу являются буднями, а не праздничными? Ребе объясняет. Причина, по которой в шаббат и праздники запрещается делать работу, в том, что тогда царь действительно находится в тронном зале, и поэтому в эти дни нельзя заниматься будничными делами. Ведь чтобы приветствовать царя, когда он находится во дворце, на троне, нужно подняться на высокий духовный уровень и стать одним из избранных, исключительных людей. Поэтому и нужно отдалиться от будничных забот. Однако в дни Иллу, в эти дни, которые начинаются сегодня, царь выходит в поле. Тогда и простые люди могут подойти к нему. И нет всех ограничений и условий, которые нужны, когда царь во дворце. Тогда даже люди, занятые материальными, будничными делами, они все равно имеют возможность приблизиться к царю. И именно так царь принимает всех радушно и радостно. Урок, который мы можем извлечь из этого, ясен и очевиден. В дни месяца Иллу любой еврей, неважно, чем он занят, и на каком духовном уровне находится, в состоянии приблизиться ко Всевышнему. И это время нам надо использовать благотворно. Каждый день думать о том, что выступает Роша Шана. Каждый день готовиться к этому духовно. Каждый день слушать звуки шафара, которые пробуждают наше сердце к тому, чтобы мы поняли, кто правит этим миром, приблизились к Богу и удостоились благословения в Роша Шана на счастливый, сладкий, благополучный во всех отношениях Новый год. Прекрасной недели и прекрасного, прекрасного, плодотворного месяца Иллу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова